Друзья, всем привет, с вами Яков, я рад вас поприветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как водятся парики в Diablo 2 на классическом режиме. Я прочитал очень много комментариев под видео, что касается париков. Также много личных сообщений приходили мне в контакт, что мол так и так не получается привести парик, иметь затруднения в плане квеста с балом, или у кого-то квеста нет на бал, или долго приходится ждать, чтобы кто-нибудь этот квест дал. В общем, ребята, есть еще один способ. Как я уже сказал, это способ привести парик на классическом режиме. Единственный минус этого способа, это нам надо уделить какое-то время, чтобы прокачать на обычке, точнее на классическом режиме, сорку. И максимальное, что должна делать эта сорка, это убивать Diablo на уровне сложности Nightmare. Мощнее нам эту сорочку делать не надо. Ее задача только довести нас до Хэла, то есть убить Diablo на Nightmare. А если у вас это получится делать, то в принципе парики водить вообще не стоит вам никакого труда. В описании данного способа мне опять-таки помог мой друг с ником Акнодруг. То есть в любом случае мы создаем персонажа и при создании персонажа убираем галочку напротив персонажа аддона. Этим персонажем, кого надо провести, мы конечно же создаем игру и приглашаем в игру нашего паровоза, нашу сорку. Даем друг другу пати и приступаем к действиям. Первая конечно же чародейка летит к Андриэльке, дает вам портал. Вы в этот портал заходите, она Андриэльку убивает. Все, квест вам засчитан и вы можете переходить уже непосредственно во второй акт. То есть мы через этот портал опять же возвращаемся в город, говорим с Варивом и переходим во второй акт. Во втором акте мы по-прежнему собираем полностью весь посох Харадрика, потом попадаем в Светилии Часокрытых, узнаем точное расположение гробницы Талраши, попадаем в эту гробницу, активируем посох и после чего убиваем Дуриэля. Все, второй акт в принципе можно завершать и успешно переходить к выполнению третьего акта. Переходим в третий акт и может перемещаться непосредственно в Травинкал. Попав в Травинкал, надо, чтобы Чардейка вам дала портал. И в этом Травинкале вам надо убить консулов. Точнее не вам, а вашему паровозу. Но при этом вам надо находиться само собой поблизости, чтобы этот квест зачли вам. Потому что если этот квест вам не зачтут, вы не попадете к ним Мефисто. В общем с этой задачей вы справляетесь и переходите непосредственно к Мефисто. Убиваете успешного Мефисто и переходите через портал четвертый акт. В четвертом акте квест Садской Кузнецы нам выполнять не надо на классике. Потому что на классике рун нету. То есть мы быстренько-быстренько переходим к уничтожению сразу в Диабло. Ни в коем случае не завершайте квест Камнем Души. Потому что получите только Самосветы, а это не наша цель. Наша цель получать руны. В общем долетели до Диабло, убили Диабло и все. Пойдет обратный отсчет. Это значит, что уже Нормал у нас завершен. То есть как видите, нам не надо убивать Баала, нам не надо сражаться со Старейшинами. Нормал у нас уже завершен. Мы то же самое, переходим и делаем на Найтмаре. А когда мы пробегаем и Найтмар тоже, то действие мы делаем следующее. Как-никак у нашего паровоза однозначно имеется персонаж. Может та же Сорка, может быть любой другой персонаж, что допустим использует Ленигму. В общем это уже имеется персонаж на аддоне. То есть мы выходим меню, выбираем нашего персонажа, который создан на не аддоне и переносим его в аддон. То есть мы кликаем по нашему персонажу и нажимаем на кнопочку внизу конвертировать в аддон. Все, наш персонаж становится персонажем аддона и мы можем его проводить дальше. То есть мы то же самое делаем на уровень сложности адд. То есть пробегаем первый, второй, третий и четвертый акты. Пятый акт нам уже само собой не надо. Что касается уровня сложности Нормал и Найтмар, то тоже там пятый акт нам завершать уже не надо. Потому что уже мы непосредственно находимся в аду. Квесты Саска Кузнецы у нас уже активны. И мы в принципе их можно спокойно выполнить. То есть завершаем адд и начинаем выполнять квесты Саска Кузнецы. И уже когда мы находимся в аддоне, как раз таки в этом квесте Саска Кузнецей, то есть мы кроме Смосветов уже можем получить и руны. Согласитесь, этот парик гораздо быстрее провести. Единственное, конечно, что требуется, это прокачать Чародейку на классике. Но Чародейка, которая уничтожает Диабло, это Чародейка где-то уровня 70-го. Может даже находятся ребята, которые качают и Чародейку меньше уровня. Еще раз повторю, чтобы главную задачу, которую она могла выполнить, это убивать Диабло на Найтмаре. Если она с этим справляется, то у вас готовый паровоз. И вы смело можете водить парики. Но на этом моменте я свой вид буду заканчивать, и я надеюсь, оно было для вас предельно информативным и полезным. И если у вас появляются трудности с париками на аддоне, то вы теперь знаете способ, как вести парики на классике. А мне с вами остается попрощаться. Пожелать вам удачи, друзья. И на каком бы моменте не находилось сейчас видео, я вам предлагаю досмотреть, как же ведется парик непосредственно на классике. Желаю приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok